Программа предназначена для аудитории от 16 лет. 11.06 в Кирове. Начинается программа «Дневной разворот». Сегодня в студии Вадим Смеканин. И Светлана Занько. Добрый день. Приветствуем вас. Удачного рабочего дня желаем. Либо удачного отдыха, если вы отдыхаете или на заслуженном отдыхе находитесь. Что вы видите? Молки, ностальгически звучат. Сегодня 15 марта, середина недели. Напомню, что накануне 14 марта должны были быть почищены все крыши абсолютно в областном центре. Помнишь такое указание главы администрации Перескоков? Все к 14 марта должны были быть почищены. К 8 марта, напомню, тот же Александр Викторович Перескоков заявлял о том, что все тротуары в центре Кирова должны быть вычищены. У нас не вычищен. До асфальта, чтобы женщины могли в Международный женский день пройтись на шпильках по центру города. Вычищены, нет? Ну, ты видишь, я сегодня на шпильках. Каждый день по центру города хожу. Я сегодня на шпильках. Я не обратил внимания. А вчера? А позавчера? Нет. Не обратил внимания, что там у тебя. Каждый день хожу по центру города. Кстати, вот для тебя центр города это что? Может, каждый из нас по-разному понимает местоположение вот этого самого центра? Может быть, действительно где-то там вычищены? Ну, я-то считаю, что я в центре живу. В центре? Как ты думаешь? Я тоже считаю, что я в центре живу. Остановка Герцена – это центр города, нет? У меня, собственно, жилище находится в районе Перекрестка Воровского и Октябрьского проспекта. Ну, и ты на шпильках сегодня, нет? Нет, не на шпильках. Кроме того, вот сегодня опять появляются новости, что у нас продолжается ямочный ремонт дорог. Контракт разыгран на 35 миллионов рублей. В ближайшее время еще 20 миллионов. А как он продолжается? Объясни мне, пожалуйста, вот в этих погодных условиях. Ну, вот они затариваются этим литым асфальтобетоном, едут и кидают его в ямы. Во что кидают? Ну, как говорится, в ямы. Как говорит администрация, у них есть свой план работ. Составлен список улиц, где нужно проехаться, собственно, и вот... Волшебники. Этим методом заделать эти ямы. Я к чему? Во втором части мы будем подробно говорить о том, что в городе происходит в рамках ремонта, благоустройства, уборки. К нам придет Вячеслав Семаков, начальник управления благоустройства и транспорта администрации Кирова. Вячеслав Николаевич, спасибо ему большое. Он активно так откликается на наши призывы пойти и поговорить, проинформировать общественность о том, что происходит. Вообще, мы хвалим все время администрацию, что они не отказываются, приходят и рассказывают. Вот нам сегодня Вячеслав Николаевич расскажет, как в таких погодных условиях проводится ямочный ремонт, да? Да. И где? Да, все это во втором части подробно, после 12.05. Ну, а поводом для нашей первой темы стало событие, которое имело место быть позавчера, 13 марта в понедельник. У кировских единороссов, простым языком выражаясь, был очередной сбор, называется-то у них заседание регионального полицсовета, да? Так вот, состоялось это мероприятие, на котором были определены участники предварительного голосования, так называемого праймерис, для последующего выдвижения на выборы губернатора. Всего в списке вот этих предварительных кандидатов оказалось пять человек. Да, и у нас большое желание, слушатели, познакомить вас с этими людьми заочно, их тут нет, они заочно. И узнать ваше мнение о том, кто, на ваш взгляд, является самым, самым-самым достойным поста губернатора Кировской области. Вот мне кажется, мы сегодня будем рассказывать вам об этих людях, мы будем биографии их зачитывать, мы будем принимать ваши звонки 211-101, номер телефона прямого эфира 211-101. Ну вот как-то, когда выдвигается сразу там несколько человек, обычно знают одного, всех остальных не знают. И, в общем, так и не узнают до выборов. И у нас с Володей возникла такая идея, что все-таки нужно, чтобы мы их знали, вспомнили, кто эти люди, чем они отличаются, почему они достойно находятся в одном ряду в качестве кандидатов, да, я так понимаю, ну вот, на праймерис, как сказать, участников праймерис. На праймерис, да, на праймерис, праймерис Единой России, еще раз подчеркнем. Это не репетиция выборов такая полноценная. Праймерис, вот мы хотим познакомиться с этими людьми, а если вы их знаете, это будет просто замечательно, если вы позвоните 211-101 и расскажете об этих людях, вам, например, история вашего знакомства, да, может быть, вы какие-то вместе имели проекты, осуществляли проекты, потому что вот вообще список-то такой, я бы сказала, люди-то все известные и уважаемые. И каждый из них представляет, можно сказать, свою сферу деятельности. Да, и нами уважаемые, да, Володь, практически все. Ну, знаем, мы их все знаем. Практически все. Да, практически всех знаем, этих пятерых человек. И у нас есть, конечно же, опрос на сайте ehockero.ru и в нашей группе ВКонтакте. Мы, естественно, закидываем уточки на будущее, и мы все время хотим узнать, какая у нас будет явка. И сегодня у нас по этому поводу опрос на предстоящую осенью выборы вы пойдете или нет. Ты знаешь, я проголосовала, пойду обязательно. Я еще не проголосовал, кстати. Я проголосовала, пойду обязательно. Вот сегодня я так думаю. Да, но почему-то на сайте ehockero.ru 40% говорят, скорее всего, не пойду. Скорее всего, не пойду. 20% говорят, скорее всего, пойду. Пойду обязательно еще. 20% таким образом. Это 80%. Но это люди, которые, в принципе, готовы пойти на выборы губернаторские. Пока не решил идти или нет. 20%, да вообще 100%. Что такое? Почему нет варианта, не пойду ни в коем случае? Где он? Я слежу за нашей страницей ВКонтакте. Там немножко другие предварительные результаты. За вариант пойду обязательно проголосовали 46% респондентов. Скорее всего, пойду 23%. Итого получается почти тоже. 80%, да, Витя? Да. Нет, 70%, простите. 70% получается. Скорее всего, не пойду. 30% голосуют. Ну, давай мы тут сразу же нам поставят на вид, что у нас нет ответа, не пойду. У нас пока не решил идти или нет, это, скорее всего, пойду или, скорее всего, не пойду. 10 на 50. Правда же? Ну, то есть мы даем вам шанс, слушатели. Определитесь. Позвоните нам 211-101 и скажите. Во-первых, мы будем рассказывать еще раз об участниках праймерсов Единой России. Ну, и еще будем говорить, конечно же, о кандидатах от оппозиционных партий. Но пока он один. Ну, возможных кандидатах. Пока он один, который заявил об этом в нашем эфире. Да, и возможных кандидатах. А вы нам будете рассказывать, что вы о них думаете. 211-101. Да. Ну, кстати, надо уточнить. Я-то первоначально думал, что вот этот праймерс, да, он, кстати, состоится... В начале июня. Подожди, 28 мая он состоится. Да, он состоится 28 мая, в последнее воскресенье, последнего месяца весны, в День Пограничника, кстати. Вы, кстати, пойдете или будете праздновать День Пограничника? Я хочу уточнить. У меня много пограничников знакомых. У меня тоже и знакомые. Я звоню, поздравляю. Они в Александровском саду обычно в это время гуляют. Так вот, я-то изначально думал о том, что вот этот праймерс Единой России, он будет проходить так же, как и в прошлом году. Помнишь? 22 мая 2016 года Единая Россия проводила праймерс. В этом предварительном голосовании мог поучаствовать любой желающий, любой. Хочешь, иди, хочешь, не иди. В этом году, как только что сообщил коммерсант, это будет такое закрытое голосование, где только члены как раз-таки партии смогут принять участие. По закрытой третьей модели называется это. Участники, члены партии и представители общественных объединений могут участвовать. Общественных объединений. Общественных объединений. Которых у нас немало все-таки, да. Вот, 28 мая состоится этот праймерис, в ходе которого, собственно, и определится тот самый достойнейший человек. Но тут, кстати, надо сказать, интересная очень система, несмотря на то, что праймерис, вроде бы голосование, а потом же еще пройдет партконференция у Единой России, и, как заявлено, именно там будет окончательно это решение приниматься. Вот поэтому начало июня, да. Да, в начале июня. Да, кстати, а почему мы, собственно говоря, только из этих кандидатов предлагаем выбирать нашим слушателям? Вы можете сегодня озвучить своего кандидата, 211-101. Своего? Своего кандидата, да. Да, на пост губернатора Кировской области. Мы расширяем границы. Может быть, есть люди, которые вообще мы сегодня с тобой, о которых не будем говорить, потому что они не заявлялись, и о них никто не заявлял. А слушатели-то наши прекрасно знают, кто есть кто в Кировской области, и за ее пределами, возможно, даже. Отлично. Пусть предлагают своего кандидата. 211-101. Мы вам даем абсолютно свободное поле для своих предложений, для вынесения своих инициатив. Начнем. По поводу кандидатуры на пост губернатора Кировской области. Начнем с тех, кто... А может, все-таки паузу сделаем? Мы тут с тобой как-то... А после паузы сразу будем рассказывать про тех, кто двигается. Восемь минут уже в эфире. Хорошо. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Так, мы продолжаем 211-101. Мы будем сегодня вам рассказывать о тех людях, которые выдвигают себя в качестве кандидатов на губернаторский пост. И тех, кто еще не заявил официально, но о них говорят. А вам предоставляем возможность в прямом эфире выдвинуть собственного кандидата на губернаторский пост нашего региона. 211-101. Только, пожалуйста, говорите, почему. Кто этот человек и почему вы его выдвигаете? Да, это может быть личность общеизвестная, современный политик какой-то. Или может быть менее известный. Или может быть этот ваш сосед, который хороший хозяйственник. Между прочим. Или старший по дому. Да. Абсолютно любая кандидатура возможна. Сейчас в опорном вузе обучают будущих чиновников. Почему нет? А, ты имеешь в виду про тот самый кадровый резерв? Да. Губернаторский кадровый резерв. Поехали. Итак, праймерис. Кто же будет участвовать от Единой России? Ну, наверное, с временно исполняющего обязанности стоит начать, да? Хотя, в общем-то... Нет, давай мы временно исполняющего обязанности... А, напоследок оставим? Да. Итак, перечислим эту пятерку кандидатов на праймерис, которая состоится 28 мая. Итак, президент Фонда поддержки общественных инициатив Вятская соборность Наталья Алексеевна Катаева. Да, мы знаем Наталью Алексеевну. Это твоя коллега по общественной палате. Многие чиновники, депутаты в городе ее ласково называют матушка, наша матушка местной активности, потому что Наталья Алексеевна, как известно, долгое время руководила орган в администрации нашего города вот как раз-таки по работе с центрами местной активности, да? С местной активностью. С 99-го, да, с 99-го года по июль, по конец июля 15-го года работал в администрации города Кирова начальником отдела по работе с территориальным общественным самоуправлением и общественными объединениями управления организационно-информационного обеспечения. Вот так вот. То есть Наталья Алексеевна, она вот с народом на протяжении долгих лет организовывала, помогала, направляла, корректировала инициативы. Мы с тобой, кстати, не так давно общались ведь, да, с представителями центра местной активности. Да. Узнали о том, насколько активно они работают. И что у них, в общем-то, много получается. Наталья Алексеевна, кандидат педагогических наук. Да. И председатель Совета женщин, между прочим, города Кирова. Да. Я вот не устаю говорить о том, что женщин должно быть больше, конечно же, везде. И в органах власти тоже. И вплоть до того, чтобы женщина руководила регионом, субъектом Российской Федерации. У Америки не получилось, у нас, может быть, получится. У нас есть пример, правда, немногочисленные в России, да, когда женщина занимает высокий пост. Ну, вспомнить тут же Валентина Матвиенко. Сразу же. Да. Она у нас такая вот, картинка такая. А вот женщина-политик, женщина во главе серьезного в прошлом субъекта Российской Федерации, да, Санкт-Петербурга, а ныне глава Совета Федерации. Надо сказать, что Наталья Алексеевна очень успешный общественник, правда. Вот когда она берет какие-то проекты, она их действительно развивает очень энергично и достигает результата. И кроме того, что сердечный такой человек, который, в общем, много благотворительными вещами занимается, Наталья Алексеевна понимает, как работают органы власти. Она понимает, что такое, да, чиновничья, в общем-то, деятельность. И в то же время она понимает, чего хочет общественность. Мне кажется, это очень важное качество, нет? Одно из, наверное, ключевых все-таки качеств, которым должен быть наделен руководитель. Ну, мне тоже так кажется. Вот учитывая, что она очень плотно сейчас работает с центрами местной активности, которые, слава богу, у нас развиваются, вот это тоже очень хорошая, на самом деле, платформа, потому что, ну, в общем, активное население, это самые активные выборщики, я так понимаю. Вот они, скорее всего, пойдут на выборы. В сентябре, который это состоится. В сентябре, и потом, мне кажется, да. Конечно, у них как-то, наверное, да, взгляд более наметан, что ли, да. Есть опыт сотрудничества с совластными органами, и они знают, кто может действительно помочь оказать конкретную поддержку. Да, активисты, они, наверное, одно из ядро такое, можно сказать, да, гражданской активности и в перспективе электората, так называемого. Ну, извините про возраст, упомяну, 59-го года рождения, Наталья Алексеевна. Так, это тоже важно, на самом деле, конечно. 59-го года рождения. Переходим к следующему кандидату. Рассказали? Да, Наталья, кто знает Наталью Алексеевну, звоните 211-101 и рассказывайте, как вы с ней взаимодействовали, да. Или наоборот. И как вот оценивать ее участие в предварительном голосовании Единой России и, возможно, ее силы как кандидата в губернатор Кировской области. Следующий кандидат, директор агрофирмы Средней Ивкина Николай Харькин. Вот о нем, наверное, у нас меньше всего информации, ну, хотя, в общем-то, не так уж и мало. Рождение, дата декабря 1962-го года. Деревня Блины, Верхошижемского района. Замечательно. Я не знала, что есть такая вкусная деревня, ты знал? Ну, может быть. Деревня Блины. Может быть, когда ты и слышал. Да. Средней Ивкинская средняя школа, Кировский сельскохозяйственный институт, агрономический факультет. В 85-й год выпуска. Ну и... В армии служил. Это очень важно, наверное, для многих. И место работы в настоящее время руководитель агрофирмы Средней Ивкина. Кстати, успешная довольно агрофирма Средней Ивкина. У меня знакомые там работают, в общем-то, особо не жалуются. Говорят, работы много, работаем. Успешно. Ну, одно из самых успешных предприятий, сельхозпредприятий нашего региона. У нас есть телефонный звонок. Так, я вижу, да. Алло, добрый день. Алло. Добрый день. Добрый. Да-да. Андрей Воробьев с нами на связи, правильно? Вот мне тут говорят, говорит наш редактор. Алло, Андрей. Да, здравствуйте. Да, добрый день. Андрей, мы здесь обсуждаем тех кандидатов, которые выдвинуты на праймере с Единой России на пост губернатора Кировской области, а также других кандидатов, которые себя выдвигают или, например, могли бы быть выдвинутыми. Вот вы пойдете, Андрей, на выборы в сентябре месяце, на губернаторские? Я пойду на выборы обязательно. Голосовать будете или выдвигаться? Нет, я пойду на выборы обязательно. Я на все выборы всегда хожу. Я вообще считаю, что должен быть и минимальный порог, как на выборы губернатора, так и на выборы депутатов законодательного собрания. И мало того, выборы должны быть обязательными. То есть тогда будет необходимо число голосов и достаточно высокая явка, потому что те 15-20%, которые определяют у нас, кто будет высшим должностным лицом нашего региона или тех, кто будет представлять людей в депутатском корпусе, я считаю, это не совсем легитимно и отвечает интересам жителей области. То есть вы категорически против предложений достаточно большого количества экспертов, если их можно так назвать, люди, которые говорят, что надо вообще выборы отменить и пускай уже назначают. Сколько можно? Да, конечно, нет. Во-первых, надо убирать вот эту практику. Это когда у нас, по сути, получается так, что временно исполняющие обязанности губернатора назначают за полгода, за год. И получается так, что у других кандидатов практически не остается шансов создать конкурентную борьбу. То есть вот раньше, когда были выборы, так сказать, без таких назначений, была такая высокая конкурентная борьба. А теперь мы видим усиление исполнительной власти, начиная от Москвы, начиная с президентских выборов и заканчивая выборами в субъектах. То есть вас эта ситуация не устраивает? Но придется смириться в этом году. Подождите, не устраивает-то что? То, что временно исполняющие обязанности потом как-то становятся всенародно избранными? Ну да, это ведь и пример, и Чеченская республика, и другие субъекты. То есть смотрите, если вы посмотрите внимательно, у нас по Конституции исполнительная, законодательная и судебная власть, они равны. Но по факту получается, что у нас сейчас исполнительная власть преобладает на законодательной. Как на федеральном уровне, так и на региональном. И вот это недоработки в законодательстве. То есть нужно менять само законодательство. Андрей, мы сегодня нашим слушателям и вам в том числе предлагаем свою кандидатуру выдвинуть на пост губернатора нашего региона. Кто вам больше всего по душе? Кто больше нравится? Кого считаете специалистом? Может быть в своей сфере? В сфере ЖКХ? Я бы, честно говоря, проголосовал за того. Это кандидата, который максимально знает проблемы Кировской области, который знаком со многими руководителями предприятий, общественных организаций, которые работают с населением, и который последующие пять лет сможет заниматься именно этими вопросами. И это кто? Пока я не знаю. Пока я не знаю. Но такие люди есть. Такие люди есть. И я думаю, что это пока просто у них нет возможности заявить о себе в средствах массовой информации. Ну, в широком плане. То есть они знают, но пока недостаточно какого-то ресурса информационного. Смотрите, Андрей, вот сейчас у нас на повестке дня следующие люди. Во-первых, Кирилл Черкасов заявил, что он пойдет, это ЛДПР, да, пойдет на губернаторские выборы. Во-вторых, в праймерис «Единой России» участвует Игорь Васильев. Нет, все-таки, Света, я предлагаю тут не смешивать заявление уже на конкретную. Я хочу, чтобы Андрей выбрал из тех, кто есть. Есть там достойные. Черкасов, Васильев, Александр Чурин, генеральный директор завода «Сельмаш», Николай Харькин. Это руководитель совхоза «Среднеивкинский». Игорь Шишунов, ректор Кировской государственного университета. Игорь Шишунов, да. И Катаева медуниверситета. И Катаева Наталья Алексеевна, знаете ведь, наверное, ее очень хорошо. Я знаю, конечно. Так, есть тут достойные? Люди все достойные. Люди все достойные. Здесь вопросов нет. Я думаю, каждый достойный занимать такую должность. Это вопрос в другом, что смогут ли они все обеспечить интересы людей и жителей области. И решать их вопросы, проблемы и задачи. Потому что, например, сейчас есть очень много вопросов, но они просто не решаются. Люди все достойные. Например, что не решено? Ну, например, эти же вопросы капитального ремонта. Это уже практически полгода. Ни один дом не отремонтирован по новым требованиям. То есть, как бы сейчас идет такое простое. Как этот вопрос решается? Вот непонятно. Непонятно. А люди платят, и миллиарды рублей на счетах лежат. Вы пока не определитесь, Андрей. Вот из тех кандидатов, что я вам перечислила, пока нет одного какого-то фаворита для вас? Это пока определенного фаворита нет. И я думаю, что этот круг должен расширяться. А, еще больше. Хорошо. Все. Спасибо большое. Спасибо. Андрей Воробьев, директор некоммерческой организации ЖКХ «Эксперт». 211-101. Номер телефона прямого эфира. Пожалуйста, высказывайтесь, какие требования у вас к будущему губернатору. И кто из выдвинувшихся на выборы и на праймерис Единой России вам нравится? Может быть, своего кандидата? Вы можете называть свои конкретные предложения? Да, свой кандидат? Имена, фамилии. Пожалуйста, в студию. 211-101. А что-то стеснялся. Да. Позвоните, выскажите. Мы с тобой остановились на праймерис Единой России. Николай Викторович Харькин, мы говорили, выдвинулся на праймерис. Это руководитель совхоза Среднеивкинский. И прежде чем к следующему... То есть специалист в сельском хозяйстве уже получился. Да, в сельском хозяйстве. Следующему выдвиженцу перейдем, примем телефонный звонок. Добрый день, алло. Добрый день. Добрый, как вас зовут? Меня зовут Владислав. Владислав, у вас есть возможность предложить или высказать свое мнение по поводу... Вот озвученных уже кандидатур. Кандидатуру у нас предлагает правительство, администрация. Они сделают того, кого им нужно. Запустят все ресурсы. Все будет сделано так, как нужно. И не случайно кандидаты выдвинуты, такие нераскрученные в плане средств массовой информации. Ну, сто процентов, что на праймерис победит в Рио. Он и победит на выборах. Будет запущен механизм, и все будет сделано. А это мнение вы на чем строите, основываете? Предыдущий опыт какой-то вам подсказывает? Если смотреть прошлую выборную кампанию, на самих участках у входа дежурили некоторые товарищи, вот, от товарищей всем известных. Вот. То есть все делалось, все это ставится, все это будет работать, все механизмы, они известны. Ну, а если было бы все по-честному? Вот голос каждого был действительно учтен. У нас люди на выборы не ходят, хотя, в принципе, чего-то требуют. А вы? А вы пойдете на выборы в этом сентябре? Ну, да, конечно, я ходил и буду ходить на выборы. И кого вы из представленных кандидатур рассматриваете сейчас пристально? В качестве губернатора представляете себе? Вы знаете, я думаю, что ни одного из списка то, что выдвигает «Единая Россия». Потому что дорог, вот, допустим, «Единая Россия» говорит, у нас проект «Дороги». Дорог у нас нет. Говорят, проект здравоохранения. Здравоохранения у нас нет. Если у меня ребенок лежит в коридоре в больнице, вы понимаете, о чем мы с вами говорим? А свой кандидат у вас есть? Свой кандидат у вас есть? То есть человек, который пошел бы, и вы бы за него проголосовали? Вот прям фамилии. Вы знаете, просто я думаю, что реально это люди, которые что-то могли. Они ни во что не верят, и выдвигаться, скорее всего, и не будут. Ну, как же они реально и что-то могут, если они уже ни во что не верят? Ну, потому что им не дадут просто ничего сделать. Вы не думали об этом? То есть они не во власти? Почему думали? И туда не хотят? Ну, вот смотрите, у нас газеты выпускались в прошлые выборы. И поливали людей, которые реально были достойны. К примеру, у Сазонтова Марина, да, ну, все ее знают. Так, Марина Сергеевна Сазонтова. Вот про нее. Хотя кристальнейший человек. Марину Сергеевну Сазонтову губернаторы? Ну, вот я считаю, да, женщина, которая... Кстати, она вполне достойна Сазонтова. Вот, определим. Вот, видишь, я... Наконец-то нашли кандидатуру. Нашли кандидатуру. Спасибо большое за ваш звонок. 211-101. Пожалуйста, выдвигайте своих кандидатов. Ну, как-то в целом, Владислав, не весело, да, как-то все плохо. Но на выборы пойдет. Но на выборы пойдет. И это достойная позиция. Прервемся на две минуты. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Продолжается программа «Дневной разворот». Подготовка к выборам губернатора началась. Единая Россия объявила кандидатов на праймерис. Мы вас знакомим сейчас с этими кандидатами. Нескольких уже перечислили и вкратце рассказали их биографию. Предлагаем вам выдвигать своих кандидатов. 211-101. И обосновывайте, пожалуйста, почему его. Вот мы уже одного кандидата получили. Марину Сергеевну Сазонтову. Но тут Марина Сергеевна, нам пишет редактор, она не хочет, у нее внучка родилась. Не знаю. Но я считаю, что женщин надо двигать на самые высокие посты. Правда. Так, 211-101, пожалуйста. Ждем ваших звонков, комментарии ваши по поводу уже озвученных нами людей. И ваши предложения, за кого бы вы пошли голосовать. Между прочим, ситуация с голосованием на сайте хакера.ру изменилась. На предстоящую осенью выборы губернатора 43% пойдут обязательно. И 28, скорее всего, не пойдут. Ну что, продолжаем вас знакомить с следующими кандидатами в премьере с Единой Россией. Ректор Кировского государственного медицинского университета. Недавно у нас Академия университетом стала. Это Игорь Вячеславович Шишунов. Профессор, действительно член Российской академии естественных наук. Родился он... Ой, кстати, день рождения завтра будет у Игоря Вячеславовича. 16 марта 60-го года в Куйбышевской, ныне Самарской области окончил Самарский медицинский институт. У нас здесь он работает с конца 2003 года. Был он принят на должность первого проректора Кировской государственной медицинской академии. Профессор. Да, профессор я сказал уже. Ну а в сентябре 2004 года был избран, а в дальнейшем дважды переизбран на должность ректора университета. Получается, у него в 2018 году заканчивается этот пятилетний срок. Да, но вот Игорь Вячеславович активно себя в прессе, в СМИ и где-то в каких-то шумных мероприятиях не проявил. Знаешь, претензия была одного из звонящих, что все люди какие-то не очень публичные. Он не трудно назвать Игоря Шишунова публичным человеком. Ну, видимо, для Единой России ценные. Но он, безусловно, вообще в принципе человек прекрасный уже, хотя бы тем, что он профессор и ректор Кировской государственной медицинской университеты. Предыдущий кандидат нами озвученный, Наталья Катаева, представляет общественность такую, да, низовые такие ячейки активности. Николай Харькин представляет сельское хозяйство. Это практически кабинет министров. Игорь Шишунов здравоохранение и образование высшее. Кабинет министров буквально. Да, у нас есть телефонный звонок. На связи у нас член регионального штаба ОНФ Константин Сичихин, член общественной палаты. Константин Сергеевич, добрый день. Добрый, добрый. Мы обсуждаем предстоящие губернаторские выборы. Мы хотим, чтобы обсуждение все-таки происходило. У нас есть возможность обсудить кандидатов, которых выдвинули на праймере с Единой России. Кандидатов от партии... От Единой России? Нет, от других партий, от ЛДПР. А, от других партий. Справедливо, если мне трудно их назвать оппозиционными. Я же каждый раз заикаюсь. У Константина хочу сразу спросить, а в рамках общероссийского народного фронта уже идет какое-то обсуждение по поводу кандидата возможного? Нет. Нет? И не будет такого обсуждения? Вероятно, не будет. Я не могу сказать на данный момент. В рамках общероссийского народного фронта будет ли какой-то кандидат, либо нет. Да, вот скажите, Константин, вы каким себе представляете губернатора или кандидата в губернатор? Это какой должен быть человек? Ну, во-первых, этот человек должен любить тот край, которого он будет представлять. Это прежде всего. Почему? Потому что, ну, как говорится, он представляет наш край, да, и он должен любить ту землю, чью он будет представлять. Вот. Во-вторых, он должен быть хорошим управленцем, хорошим менеджером. Да, Константин, обязательно, вот вы говорите, любить свой край, обязательно ли при этом быть уроженцем этого края, да? Не, не обязательно. Главное преданно относиться к той земле, которую ты представляешь. Так, второй признак кандидата достойного, который вы назвали, это быть хорошим управленцем. Что вы вкладываете в это понятие? Да, ну, хорошим менеджером. Все знать нереально, но грамотно управлять тем персоналом, который у тебя есть, это залог успеха. Угу. А вот тут Светлана Занько активно пропагандирует идею прихода женщин во власть. Да. Вот, Константин, вы себе представляете, чтобы во главе нашего региона была женщина? А почему бы и нет? Так, двигаемся в этом направлении. Например, кто? Нет, я же говорю, как бы человек должен быть достойный, да? Будет это женщина, будет это мужчина в данной ситуации, народу выбирать, и народ выберет того кандидата, которого они посчитают достойным. А вы считаете, что народ пойдет на выборы в сентябре, на губернаторские? А почему бы и не идти? У нас же все зависит от нас и от гражданина, особенно гражданина Кировской области. Кого он выберет, тот, значит, и будет управлять в ближайшие пять лет областью. Ну, вот из тех кандидатов, которые сейчас все-таки называются, вы их знаете, да? Это господин Черкасов, который уже заявился на выборы, господин Васильев, и на праймере с Единой России и также идет Наталья Катаева, вам известная, коллега по общественной палате Александр Чурин, директор завода «Сельмаш» Николай Харькин, руководитель совхоза «Зренинска». Ну, из тех кандидатов, которые сейчас на данный момент вы меня называете, я бы голосовал, вот я лично, это мое личное мнение, да, я, понятно, буду голосовать за Игоря Владимировича. Все, то есть тут есть все-таки достойный для вас кандидат. Да, потому что больше из того списка, который вы меня назвали, я не вижу достойного кандидата. Спасибо. Спасибо. Это было мнение Константина Сичихина, члена регионального штаба Общероссийского народного фронта и члена общественной палаты Кировской области. 211.1. У вас есть время представить своего кандидата или сказать вообще, каким должен быть губернатор, как вы его себе представляете, да, какими компетенциями должен обладать. Может быть, вы считаете, например, что варягом быть ни в коем случае нельзя, если ты губернатор, или наоборот, можно. Или, может быть, возрастной ценз какой-то. Да-да-да, 211.101. Какой-то должен быть человек, пойдете ли вы на выборы. Ну и было бы здорово, если бы своего кандидата выдвинули тоже. Давай дальше, да, по участникам премьерседины России. Самый молодой из кандидатов Александр Анатольевич Чурин, генеральный директор завода «Сельмаш». Неожиданно. Кстати, одногодок предыдущего губернатора Кировской области, Никита Белых, 11 марта 1975 года родился. Образование высшее юридическое, за плечами служба в армии, работа юрисконсультом, работа в департаменте экономики правительства Кировской области, работа в налоговой службе. И с 2007 года, как раз-таки 10 лет, он возглавляет как раз-таки завод «Сельмаш». Вот неожиданно было, нет? Неожиданно? Да, вот его выдвижение на премьерс. Ну не то, чтобы неожиданно. Но мне кажется, это все-таки для Александра Анатольевича некий рост, некий шаг. В его партийной карьере? Дальнейший шаг. Когда человек столь серьезное решение принимает, поучаствовав в такой процедуре, которую устраивает «Единая Россия», для меня это все-таки движение вперед. Ну, Александр Анатольевич знает наши слушатели. Он активно участвовал в программе «Разворот на бизнес» в прошлом году. И рассказывал о развитии своего предприятия. И неоднократно высказывал свою позицию по поводу вообще развития промышленного сектора экономики нашего региона. Позиция у человека есть. Он ее здесь, прямо в этой студии, представлял. Ну и помните, мы говорили о том, что новый холдинг, да, будет создаваться. «Сельмаш», «Маяк», да? Объединение будет. Загрузка заказами «Маяка». Позавчера и вчера были презентации как раз на заводе, да, на первомайском. На заводе первого мая новой продукции и того, как работает сейчас, в каком состоянии он находится. И тут раз, и в движении. В общем, этой пятерке Александр Чурин представляет промышленный сектор нашего региона. Я и говорю, прям кандидат-министр. Еще одна такая важная составляющая. Ну и Игорь Владимирович Васильев, временно исполняющая обязанность. В этом году ему исполнится 56 лет. Честно говоря, тебя не смущает череда последних событий. Это, как известно, ведь он уже изъявил желание пойти на губернаторские выборы. А тут его участие в праймерисе «Единая Россия». Ну тут необходимая процедура. Что, какие-то шансы есть не избраться? Ты меня спрашиваешь? Да, не победить в этом праймерис? Сложный вопрос. Очень. Очень хочется, чтобы всегда шансы оставались. А потом еще региональная парт-конференция, на которой будет окончательное решение приниматься. Нет, я-то, конечно, думаю, что Игорь Владимирович лидер этой пятерки на праймерис «Единой России» сейчас. Мне бы хотелось услышать от наших слушателей 211-101, что они по поводу этого кандидата думают. Потому что, в конце концов, у Игоря Васильева больше полугода за плечами в этой области. И он много... Руководство регионом, например. Руководство регионом, и его компетенции уже проявлены. У нас есть телефонный звонок? Нет телефонного звонка. Нет телефонного звонка. У вас есть еще пара минут, чтобы дозвониться? Да, пара минут еще есть. Ну, еще раз. Игорь Васильев окончил Ленинградский государственный университет и Московский государственный университет имени Ломоносова. Он служил. Неоднократно мы об этом говорили. Мягко говоря, служил. В одном управлении с Владимиром Владимировичем служил. Работал в различных коммерческих структурах. Руководил управлением по инвестиционной деятельности Центрального исполнительного комитета партии «Единая Россия». Перешел на государственную службу в 2004 году. Член Совета Федерации от Республики Коми. Затем работа в качестве аудитора счетной палаты Российской Федерации. И с 2013 года, как известно, он возглавлял Росреестр. Откуда к нам и пришел. У нас есть телефонный звонок. Алло, добрый день. Здравствуйте. Добрый. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Сергей Геннадьевич. Так, Сергей Геннадьевич, вы сказываетесь. Кто ваш кандидат? Мой кандидат, есть такой Котлячков. Есть такой. Знаете, этот человек в курсе событий. Который из них? Длительное время. Котлячков, который ведает у нас сельским хозяйством. Сельское хозяйство, вы знаете, без еды нам не обойтись. Поэтому человек в курсе всех событий, которые происходили, происходят в нашей области. То есть Котлячков ваш кандидат? Да. Вы лично с ним знакомы? Нет. А если вы говорите, что без еды нам не обойтись, вы считаете, что сельское хозяйство в Кировской области на высоком уровне? Почему заслужил этот кандидат ваше доверие? Вы знаете, в последние годы, благодаря его, так сказать, работе, наша область никогда внизу по своим показателям не была. Понимаете? Вы имеете в виду показатель надой и молока? Да все. Урожай. Все. А вы давно были в деревне? Вы знаете, я много лет ездил по командировкам по области. Поэтому я примерно в курсе, что происходило и что происходит. То есть вы видите такое очень мощное, позитивное развитие сельского хозяйства нашего региона? Мощное, слишком громкое. Так. Но нормальное. Есть еще, столы у нас не пустуют, да? Оно хорошее. Столы не пустуют. Котлячков. То есть человек, который от земли, который занимается сельским хозяйством, который обеспечивает нас питание. Вы думаете, если он занимается сельским хозяйством, он не в курсе, что происходит в образовании, в медицине? Он в курсе всех событий. Хорошо. Спасибо. До свидания. Спасибо. Всего доброго. Озвучивать точку зрения оппозиционных партий по поводу праймерис. Да. Ну, ЛДПР, сайт ведь есть, да, регионального, региональных отделений партий, ЛДПР никак не прокомментировала эту ситуацию. Какое это? Удвижение пяти кандидатов? Да, вот эта пятерка праймерис. Справедливая Россия тоже пока никак не прокомментировала. Только лишь лидер кировских коммунистов Сергей Мамаев высказался. Сергей Павлинович всегда. Я буквально несколько секунд займу вашего внимания. Это только фиктивные конкуренты для Игоря Васильева. Это технические кандидаты в количестве четырех человек. Вот такое мнение высказал глава кировских коммунистов. На этом мы завершаем первую половину дневного разворота. Да, но мы к этой теме, конечно же, будем возвращаться периодически. Вы готовьте своих кандидатов. Мы еще неоднократно будем делать такие программы. Сейчас новости, тематические программы. Вячеслава Николаевича Симакова мы будем ждать через 20 минут нашей студии.